Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня вашему вниманию представлен видеоматериал для выполнения практической работы номер 6 Построение деталей в 3D, массив по сетке Цель занятия – работа с инструментальными панелями, знакомство с основными приемами работы, выполнение операции массив по сетке Далее представлены сайты, с которых был использован материал для создания данного видеоролика Деталь Установим изометрию XYZ И выбираем плоскость XY фронтальную В ней будем чертить наш первый эскиз Эскиз основания нашей детали Проводим вспомогательные линии, вертикальную и горизонтальную И несколько параллельных Первая на расстоянии 55 мм друг от друга, от центра Еще одну на расстоянии 40 мм И последнюю на расстоянии 75 мм Теперь отложим высоту На которой будем поднимать наш эскиз Для того, чтобы вернуть эскиз в исходное положение, нажимаем кнопку «Нормально К» И теперь либо по отрезкам, либо непрерывным вводам объектов Вычерчиваем следующий контур Высота 30 мм Следующий отрезок Длина у нас 20 мм будет его Следующий 15 35 Вниз на 30 И дальше аналогично Вызываем локальную привязку выравнивания Привязка сработала 35 15 И замыкаем контур Эскиз создан Выходим из режима эскиза Выбираем команду выдавливания Выбираем среднюю плоскость И в средней плоскости На расстоянии 90 Выдавливаем Наш эскиз Основание готово Выделяем внутреннюю поверхность Будем чертить теперь цилиндр Основание Выдавливаем его На высоту 75 Миллиметров 90 минус 15 Теперь будем делать отверстие уже в цилиндре Первая ступень Отверстие Диаметром 45 На глубину 40 Эскиз готов Вырезаем выдавливание На глубину 40 миллиметров Выделяем нижнее основание Цилиндра Днем будем делать еще один эскиз Эскиз для отверстия Диаметром 14 Выдавливаем его На 15 Вырезаем выдавливание На 15 миллиметров Теперь будем снизу вырезать Первое Это будет у нас Цилиндрическое отверстие Диаметром 40 Глубина Его 20 Миллиметров Диаметр 40 Вырезаем Его На 20 Миллиметров Опять же Выделяем внутреннюю поверхность Этого отверстия И будем делать следующий эскиз Еще для одного выреза Для начала проводим окружность Диаметром 40 Проводим вертикальную вспомогательную линию И проводим параллельные вспомогательные На расстоянии 10 миллиметров друг от друга Для того, чтобы ограничить срез Нашей окружности Проводим отрезки Удаляем лишние линии Вот такой контур у нас получился И вот мы сейчас и будем Вырезать выдавливанием На расстоянии 15 Миллиметров Деталь у нас Уже более похожа на окончательный вариант Теперь сделаем Скругление Радиусом 10 Для этого зажав control Выделяем соответствующие ребра На которых будем делать скругление Вызываем команду Скругление И радиус 10 Устанавливаем Таким образом получаем скругление Теперь у нас В детали имеется 4 отверстия Диаметром 10 Сделаем сейчас одно отверстие А все остальные получим массивом По сетке Сейчас намечаем центр первой окружности Для этого можно спроецировать Отрезок Проведем от него параллельную вспомогательную напрямую На расстоянии 10 Не забываем удалять этот отрезок И проводим окружность Диаметром 10 мм Окружность готова Вырезаем выдавливанием ее Через все Теперь Идем на компактную панель Выбираем Активируем панель массива Выбираем массив по сетке Выделяем окружность Идем в параметры Задаем первую ось Уменьшаем количество Отверстий до 2 И шаг у нас будет с вами Равен Многовато 70 мм 70 мм Итак Идем опять в параметры Выбираем вторую ось Увеличиваем количество До 2 Отверстий И устанавливаем шаг Равный 130 мм Это все мы берем С чертежа исходного Все размеры И так вот мы получили С вами 4 отверстия Теперь давайте Изменим цвет детали Введем ее Наименование Поменяем материал Параметры МЦХ Важимаем кнопку Можем выбрать любой материал Из представленных нам компасом Может быть это будет и сплав цветной Но давайте остановимся на стале 45 Список свойств Изменяем название на модель И жмем создать Вот у нас деталь поменяла цвет Теперь мы когда будем создавать чертеж У нас уже материал И название детали будут свои И так теперь нам осталось сделать Два ребра жесткости Опять же выделяем плоскость x и y И сейчас нам нужно спроецировать На эту плоскость несколько отверстий Несколько отрезков Для того чтобы Сделать ребро жесткости Эскиз для ребра жесткости Выбираем вертикальную прямую Проводим ее Опускаем на расстояние 40 мм И соединяем Две точки Удаляем теперь ненужные отрезки Выходим из режима эскиз Идем на панель геометрии Выбираем ребро жесткости Устанавливаем толщину 20 мм Ребро жесткости получено Теперь аналогичным образом поступаем И для другого ребра жесткости Выделяем плоскость x и y Нажмем эскиз Проецируем Несколько отрезков На плоскость Несколько ребер Проводим вертикальную вспомогательную прямую Проводим Параллельную прямую на расстоянии 40 мм И в месте пересечения Проводим отрезок Опять же удаляем ненужные нам отрезки Идем на ребро жесткости Итак, выскочила у нас ошибка Потеряна связь Что это значит? Это значит, что у нас еще где-то остался кусочек отрезка Для этого нужно зайти обратно в эскиз Отредактировать его Вот у нас Пожалуйста, справа Остался маленький кусочек Отрезка Мы его удаляем То есть эскиз должен быть один Операции Строго один Давайте попробуем еще раз Вот у нас все получилось То есть если у вас выскакивает такая ошибка Знайте, что у вас где-то остался еще какой-то отрезок При создании ребра жесткости Итак, ребра жесткости Ребра есть Осталось только теперь сделать ступенчатый вырез На цилиндре Для этого выделяем плоскость XY Нажимаем эскиз И будем создавать эскиз этого ступенчатого выреза Проводим вспомогательные прямые Параллельные вспомогательные На расстоянии 5 И следующие на расстоянии 15 мм Спроецируем давайте отрезок И вниз отложим Первую параллельную прямую На расстоянии 15 мм И вторую на расстоянии 25 Теперь вычерчиваем контур выреза По отрезкам или непрерывным вводам объектов После того, как эскиз создан Удаляем лишнее И вырезаем выдавливанием Средней плоскости Опять же выбираем Среднюю плоскость На произвольное расстояние Чтобы она выходила за границы детали Так вот вырез готов Деталь наша готова Осталось только сделать нам Ее ассоциативный чертеж И можно сказать Работа выполнена Итак Создаем чертеж А в менеджере Давайте документы Поменяем формат на А3 Ориентация горизонтальная И вставим стандартные виды Нашей детали Невидимые линии будем показывать Так вот у нас получилось Три вида детали Продолжение следует...